Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас я хочу порассуждать на тему питания, потому что для коксоартрозника, артрозника, вообще для болеющего суставами, очень важно, как вы кушаете, что вы кушаете, какие обменные процессы у вас происходят. И эта тема очень путанная, потому что те, кто любят считать колораж, берут таблицы с интернета, просчитывают все, и там большая путаница во всем. Потому что в теории вы считаете продукты питания, которые вы употребляете, зачастую совместно, совмещая белки с углеводами, процесс расщепления идет не такой правильный, как должен быть. То есть теоретически вы вроде бы проглотили то нужное количество белка и то нужное количество углеводов, а по факту вы пошли в туалет и все это вышло в другом качестве совсем. Поэтому я рассказываю не через какие-то сложные формулы колоража, сколько грамм в мясе белка, килокалорий, сколько энергии вы получите от углеводной пищи. Я рассказываю простым языком то, что сам личное чувство. Вот сейчас я вам расскажу, для некоторых может быть это будет открытием. Вот смотрите, я поскольку сейчас нахожусь в состоянии холостого мужчины, у меня жена в другом городе работает, я живу в курортном городе Геленджике, я иногда не готовлю себе, а иду завтракать в столовую. Благо тут столовых везде навалено кучей, можно заходить в любую. Есть у меня хорошая столовая, хороший знакомый, знаю, что там пища хорошо делается, все добросовестно. Теперь вот о самой пище. С учетом, почему я очень хорошо чувствую, что я ем и как это у меня проявляется. Я тренируюсь, тренируюсь я в основном в 10-11 утра. Ну вот режим такой, то есть я завтракаю где-то с 8 до 9, ну плюс-минус, да, и в 10, там час-полтора остается, я иду тренироваться. Любой спортсмен хорошо чувствует, как питание действует на его тренировочный режим. В отличие от простого человека, проблема простого человека в том, что он делает сноску на депрессивное состояние, что он не выспался, что у него там что-то пучит и что-то там изжога появилось. То есть он все как бы не понимая глубины вопроса, он все это делает сноску туда, на то, что это не связано с питанием. Вот я пытаюсь объяснить, как это все четко работает, как часы у нас в организме. Все четко работает, если вы эти калории, эту энергию направляете в правильном направлении. Итак, иногда, иногда я прихожу в столовую и там, к сожалению, нету той пищи, которая вот мне нужна с утра. Вот абсолютно не успели еще сделать, приготовить там голые прилавки, и я беру то, что есть, ну, чтобы как-то выжить, да. Вот, девчонки уже знают, когда ничего нет моего углеводного питания, углеводного, с утра я ем углеводы, с утра я ем углеводы, то, ну, я беру шесть яиц, шесть яиц глазунью, шесть яиц, белок, белковая пища, легкая белковая пища. Беру к ней там, чтобы вкусно было, беру малосольный помидор и стакан сухофруктов, ну, компот из сухофруктов. Стаканчик пластмассовый небольшой, то есть много я не пью. Ну, так, чтобы пищевод прочистить там, да, и немножечко сладкого там в жидком виде глюкозка пошла, чтобы покровить. Съедаю я шесть яиц. Много? Ну, вроде, да, много, да, ну, там, для 100-килограммового 110 килограмм, ну, сейчас я 103 килограмма, 102 килограмма вешу. Для 100-килограммового мужчины шесть яиц это, ну, нормально. Там, да, для девушки это будет многовато, а для мужчины шесть яиц, ну, для спортсмена нормально. Вот я съел, казалось бы, хороший завтрак. Прошло полтора часа. Я за полтора часа, во-первых, я не наелся. Еще раз повторяю, белком наесться тяжело. Вот, ну, допустим, вы можете съесть креветки, сколько, 200-300. Да, если у вас позволяет возможность, вы килограмм съедите, ничего вы не наедите с ними, вы все время будете, вам надоест просто есть. Вам надоест просто есть эти креветки. Если вы будете одну свинину есть, вот шашлык там, свининой, вы будете, если у вас будет возможность сидеть там 5-6 часов за столом там, да, ночное, летнее кафе там, например, да, вы можете съесть килограмм этого шашлыка. Полтора килограмма, ну, вот постепенно там, да, если вы еще чем-то запиваете горячительным там или пипсиколой, вы съедите там его много. И все равно у вас будет ощущение, что вы чего-то там не доели. Потому что, ну, если вы будете без хлеба есть, без углеводов, ну, там, салат тоже особо не поможет. Так вот, возвращаюсь к яйцам. Яйца съел, и я чувствую, что уже через полчаса я иду на тренировку, я еще выпиваю молочный коктейль. Ну, там, из мороженого или мороженое съедаю. Потому что я чувствую, что я иду на тренировку голодный, хотя съел 6 яиц. Тренировка проходит не очень хорошо, тяжеловато. Когда я выхожу с тренировки, во-первых, у меня большое вырабатывается чувство жажды. Я начинаю пить много воды. Прямо иду в ближайший магазин, покупаю там. То есть, вот эта белковая загрузка, она сразу начинает тянуть воду на себя. Странным образом. В общем, я обязательно покупаю там пару бутылок минералки и там бутылку одну сразу выпиваю, вторую потихонечку, пока до дома дохожу, пью. Чтобы восстановить этот баланс. Теперь я расскажу, как я питаюсь правильно, когда вот получается, какие ощущения. Значит, я прихожу, беру порцию картошки, там, по-деревенски, в мундире, картошка-пюре. Ну, я люблю картошку. И беру, ну, я люблю вот это фасоль стручковая, фасоль трубчатая такая, ну, поняли, да? Я беру фасоль. Вот фасоль и беру малосольный помидор. То есть, чисто углеводная загрузка. Овощи, картошка, там, все. Вот это я съедаю. Причем это порция того, порция того и малосольный помидор для усиления вкуса. Все это я съел, и когда прошло час-полтора, ну, вы понимаете, что белок, он будет расщепляться, синтезироваться, там, в течение восьми часов, да? Поэтому вы испытываете чувство голода. Когда вы съели картошку, там, овощи, то все это полтора часа. То есть, процесс, синтез, процесс расщепления идет, там, полтора часа. То есть, вы пока погуляли туда-сюда, у вас уже все это в организме расщепилось, синтезировалось и пошло по крови. Я прихожу тренироваться. Во-первых, у меня живот легкий, то есть, и порции небольшие. Ну, абсолютно вот такие стандартные, порционные блюда беру. И я легко тренируюсь, у меня есть заряд. То есть, это не то мороженое, которое я съел, и через 20 минут у меня опять, то есть, сначала пошел прилив, там, да? Там инсулин вырабатывается, а потом начинается опять голод. Здесь картошка с бобами начинает спокойно, ну, стручковая фасоль, да, начинает спокойно расщепляться, синтезироваться. И длинные углеводы, и начинает меня заряжать энергией. Я тренируюсь нормально. Что, на удивление, я не пью воду. Ну, не хочется вот пить воду, не знаю почему. Хотя, там, говорят, что углеводы притягивают, там, воду к себе. Вот мне не хочется пить воду. То есть, достаточно того, что у меня есть. Хотя жара, вот, сейчас просто невероятная жара по всей России. А, естественно, в Геленджике это просто, вот, я пешком хожу, чтобы ноги разрабатываю, ну, чтобы аэробная нагрузка какая-то была туда-обратно. Я, ну, полтора килограмма я сливаю, пока в 15-20 минут я иду до дома, полтора килограмма я сливаю. Килограмм точно. Потренировался. Очень хорошие результаты во время тренировки. И я иду домой, и у меня нет желания, вот удивительно, нет желания съесть мороженое. То есть, после белковой загрузки, я после тренировки выпиваю опять молочный коктейль. Иногда такую большую порцию, там, 700-граммовую. Я делаю, я обязательно нахожу где-то еще мороженое. То есть, пока я до дома дохожу, ну, с кем-то еще встречусь, поговорю, я успеваю еще загрузить себя сладким. Что, конечно, плохо, да. Сладкое попадает, для мужика тестостерон понижается. Это формула, это знак равенства. То есть, напитали себя сладким, тестостерон упал. Сладкое разошлось, успокоилось, тестостерон поднялся. Вот теперь думайте, да, как это происходит. Вот свои можете вспомнить истории, как вы питаетесь, что вы ощущаете. И, естественно, это все сказывается на суставы. Конечно, все сказывается. То есть, если вы неправильно загрузили себя, там, ну, вот, белковой пищей, потом потренировались, и потом съели, там, два мороженых, там, выпили два коктейля, то, ну, суставам вообще не нужно такое количество сладкого. В организме не нужно такое количество сладкого. Это экстренная ситуация. Это авральная ситуация. Это кризисная ситуация. То есть, если вы много потренировались, организм требует, он, ему необходима вот эта глюкоза, да, чтобы сбалансировать все. Вот, водно-солевой баланс, там, и чтобы глюкозы было достаточно в организме, чтобы, ну, мышцы не распадались, чтобы у вас была энергия, чтобы вы в обморок не упали просто вот даже на солнце. Да, почему летом любят мороженое? Не потому, что оно холодное, а потому, что оно сладкое. Вот такая вот история. Если вы хотите тренироваться со мной, группа, вот, посмотрите, у нас есть в Ютубе, кто не знает раздел, я сообщения там пишу. Сообщество. Посмотрите, вот я сегодня опять закинул два благодарственных письма, которые мне пишут в группу. Там много писем, которые оставляют мне люди, находящиеся в закрытой группе. Они попали, тренируются и получают от этого поистине физическое и моральное удовлетворение. Слова благодарности постоянно в мой адрес, там я читаю. И только на Ютубе или где-то в группах чужих иногда проскакивает какая-то гадость от людей, которые не были даже в группе. Не знают, что это такое, не пробовали. Ну, видно, может им конкуренты там заплатили 500 рублей, чтобы гадости какие-то написать. Поэтому, если вы материалы не знаете, то как вы можете о нем судить? Всем спасибо за внимание. Я ссылочки все оставлю. В закрепленном комментарии будет статья со ссылочками. Пожалуйста, посмотрите. И не придумывайте. Я скажу, если вы начнете считать колораж по таблицам, по приложениям, которые существуют, проверено. Я считал, мои друзья считали спортсмены. Я вам скажу, у вас будет всегда результат хронического недоедания. Приложение так устроено, что у вас будет результат всегда хронического недоедания. Будет нехватка углеводов, нехватка белков. Ну, может быть, там жиры будут в избытке. И то сомневаюсь. В большинстве случаев так. Сделано все так, для того, чтобы вы шли в магазин, покупали спортивное питание, тратили на него деньги, подгружались. И я никак не могу понять, для чего это делать людям простым обывателем, простому гражданину планеты Земля. Для чего вам покупать концентрированный вот этот порошок, если вы можете качественное мясо кушать, пить качественное молоко. Для чего вам сухое молоко нужно? Вот объясните. Вы покупаете в спортпите сухое молоко, то есть выпаренное молоко, которое можно выпить. Оно превращено в порошок. Туда добавлены загустители, подсластители, добавлены расщепители белка, чтобы, смешивая с водой, у вас он расщепился. Белок не смешивается. Вот. Поэтому, какая химия? Производитель же не будет писать все, что он туда закладывает. Для чего вам? Это если профессиональный спортсмен, да, у него потребление большое количество килокалорий, ему не хватает обычной пищи, у него, он не может есть постоянно одни яйца там с мясом каждый там час. Да, он берет в жидком виде какую-то белковую смесь и добивается. Вам-то для чего? Для чего вы вот эту внешнюю атрибутику себе забираете и не понимаете, для чего это делается? Вы что, на помост хотите выйти, на подиум? Вы хотите бодибилдером стать? Если вы хотите, так вы начните сначала для этого заниматься хотя бы пару лет. Профессионально заниматься пару лет, чтобы подойти к этим результатам и накручивать себе бинты, накручивать себе ленточки. О, ладненько, все, давайте, наговорил уже всем. Пока.